здравствуйте меня зовут иван назаров я заведую научным отделом государственном музее булгакова и сегодня я буду рад рассказать вам о нехорошей квартире мы находимся с вами в комнате которая называется синий кабинет и здесь мы собрали мебель писателя из 1930-х годов вы можете обратить внимание на шкаф на кресло на настенную полку и на многое другое что представлено в этой комнате однако центральным предметом который привлекает всеобщее внимание остается вот этот очаровательный секреты это вещи из красного дерева это вещи 19 века которые создают определенный антураж которых создают определенный образ образ работы писателя над своими произведениями работы при свечах работы в соответствии с прошлым с эпохой скажем в которую был в том числе влюблен михаил афанасьевич с эпохой 19 века однако когда мы смотрим на писателя булгакова сквозь эту призму создается в некотором смысле слова определенный стереотип это человек который работает за столом и в частности вот за этим секретером булгаков напишет в рукописной форме роман мастера маргарита будет работать над романом записки покойника будет создавать многочисленные пьесы оперные либретто и многое многое другое но это своего рода образ действительность жизни булгакова была иной особенно когда мы говорим о целиком пройденном жизненном пути и особенно уделяем внимание творчеству потому что и в двадцатые в тридцатые годы жизнь и творчество булгакова очень сильно отличались от того образа который сложился в массовом сознании и сегодня я бы хотел провести для вас экскурсию по музею булгакова и рассказать о том что окружало писателя в двадцатые и тридцатые годы какой контекст жизни и творчество можно рассмотреть здесь в нехорошей квартире что ж я думаю мы можем начинать мы находимся в той самой квартире где с 1921 года по 1924 будет жить и работать писатель михаил афанасьевич булгаков обычно подобного рода надписи вы можете увидеть на красивых памятных досках на зданиях и вот это словосочетание жил и работал в случае с михаилом булгаковым на самом деле обретает отдельный смысл дело в том что о литературе можно говорить очень часто как о результате но мы открываем энциклопедию видим сколько лет писатель жил там-то или там-то работал на тем-то или тем-то и результат он как и с жизнью он обычно может диссонировать дело в том что здесь литература это был процесс этот процесс очень сильно осложнялся в связи с отдельно взятой атмосферой это была атмосфера коммунальной квартиры номер 50 здесь в этой квартире было 10 комнат из них 9 были жилыми и в среднем здесь проживало человек 20 но вместе с михаил афанасьевичем и его первой супругой татьяна николаевна и надо отдать должное что атмосфера коммунальной квартиры очень очень сильно отразилась и на жизнь и на творчестве писателя когда мы говорим про нехорошую квартиру прежде всего мы вспоминаем с вами роман мастера маргарита это действительно так это квартира в которой жил берлиоз это в квартира в которой жил степан богданович лиходеев а до них еще многие многие другие квартиры в которой ну скажем так прописался волнце своей свитой но это произведение над которым булгаков будет работать с конца двадцатых годов начиналось все совершенно иным образом и эта квартира которая окажется в его ранних произведениях начала двадцатых годов это три вида свинства это самогонное озеро это трактата жилища и многое многое другое и чтобы издалека резюмировать этот вопрос я рекомендую вам обратить внимание на рассказ под названием самогонное озеро где михаил афанасьевич напишет что тот кто проживет хотя бы полтора года в коридоре квартиры номер 50 в жизни больше ничему не удивиться напоминаю писатель прожил здесь три года поэтому умножайте на два ничем не удивляться и вот такая вот арифметика жизни но если возвращаться к мастеру и маргарите то есть очень интересный и сердцу милый многим экспонат это журнал москва 2 их собственно журнал 66 и 67 года где впервые будет опубликован роман мастера маргарита 60-е годы это время когда михаил афанасьевич ну по сути возвращается к своему читателю к своему зрителю в театрах а 70-х годов уже начнет триумфальное шествие по кинозалам и роман мастер и маргарита наряду с публикацией записок покойника наряду с публикацией жизни господина де мольера сборниками с рассказами с пьесами и многих других произведений это будет эффект разорвавшейся бомбы это будет время настоящего возвращения писателя к читательской публике и вот мы с вами оказываемся в той комнате где с 21 по 24 годы будет жить и работать михаил афанасьевич булгаков это та самая комната в коммунальной квартире номер 50 в доме номер 10 небольшой садовой от того времени здесь осталось совершенно немного однако часть предметов может рассказать нам может проиллюстрировать для нас этот этап его творческого пути одним из таких является вот эта книжная полка эта вещь которая принадлежала писателю в начале 20-х годов и вещь которая но если выражаться мифологическим языком а здесь вы можете увидеть именно этих существ вырезанных из дерева а эти существа наблюдали за булгаковым в тот момент когда он будет работать здесь над своими произведениями преимущественно михаил афанасьевич работал в этой комнате по ночам здесь он напишет роман белая гвардия записки на манжетах повести в ряду отчасти будет работать над повестью рукавые яйца и над малой прозой над рассказами красная корона ханский огонь китайская история и многими многими другими включая конечно же работу над очерками над филитонами и ну в целом выражаясь над малой прозой рядом с этой книжной полкой вы можете увидеть стол который писателю не принадлежал это стол его дяди николай михайловича покровского известного врача специалиста в области медицины который в свою очередь послужил одним из возможных прототипов для профессора преображенского поэтому глядя на этот стол ну в определенном смысле можно представить себе что именно за ним работал филипп филиппыч преображенский в повести собачье сердце но отдельно скажу что повесть собачье сердце конечно в этой комнате был каков не писал одно дело когда мы говорим про ночную работу другое совершенно когда мы говорим об обстоятельствах жизни писателя в этой коммунальной квартире и надо отдать должность что они тоже чрезвычайно привлекательны дело в том что оказавшись в москве осенью 21 года михайлу булгакову нужно было заниматься не только литературными делами а обустраивать свой быт и конечно же конечно же попытаться выжить в чрезвычайно тяжелых сложившихся условиях а потому михаил булгаков будет некоторое время прочно связан с советской периодикой мы можем вспомнить конечно же его работу в газете рабочий в газете гудок его публикации в газете накануне и во многих многих других советских изданиях отдельно я конечно же могу подчеркнуть что михаил афанасьевич относился к этой работе достаточно двойственно конечно же не всегда он мог в прессе писать то скажем так что думает на самом деле ну ярким примером тому будет служить газета рабочий и его очерки про вагоноремонтные заводы про первомайские демонстрации на красной площади про процесс электрификации в москве но это процесс связанный с выживанием михаила булгакову по сути выбирать было не из чего другое дело конечно же что это приносило ему хоть какой-то но все-таки определенный достаток а потому повторюсь задача выжить была в тот момент для него первостепенной и можем еще раз это заметить что днем булгаков работает в советской прессе а по ночам он собственно говоря работает над художественной литературой в этой комнате среди предметов которые здесь я бы наверное еще раз отметил помимо фотографии дяди писателя вы можете видеть маленькую маленькую как ни странно почтовую марку с изображением ленина и в данном случае это очень любопытный экспонат потому как булгаков в двадцать четвертом году создаст очерк воспоминания ну скажем так в память о ленине и в этом очерке вы увидите некотором смысле слова сюжет о том как булгаков получает прописку в этой квартире это такой отголосок такой олитературенный формат биографии булгакова когда он столкнется с местным жил товариществом и это жил товарищество сделать все возможно чтобы писатель но был выкинут за пределы этой коммунальной квартиры и не получил возможность здесь жить но он обратиться к своей непосредственной начальнице к надежде константин не крупской и согласно воспоминаниям она поможет ему получить здесь возможность прописки это будет связано с тем что булгаков напишет письмо на имя председателя совнаркома на имя ленина и затем уже до ленина эта бумага не дойдет но крупская ее подпишет вот этот своего рода литературный сюжет ляжет в основу очерка воспоминания который кстати рекомендую вам уважаемые коллеги прочитать разумеется эпицентром коммунального ада квартиры номер 50 можно смело назвать коммунальную кухню это пространство в котором регулярно сталкивались жильцы квартиры напоминаю их было порядка 20 человек разных характерных разно темпераментных с разным представлением оба воспитании образования и здесь в этом пространстве они занимались приготовлением пищи и в этом им часто мог помочь вот такой легендарный предмет я держу в руках примус вещь с помощью которой вы можете приготовить еду обогреть помещение но при желании согреть сердца и души и с помощью примуса можно очень легко и ярко доказать собеседнику эффектно и эффективно при этом доказать ему что он не прав примус отличное устройство для ведения диалога во время коммунальной драки но не будем об этом не будем давайте ближе об атмосфере дело в том что если неаккуратно обращаться с этим предметом то к сожалению может привести к пожару а если мы с вами вспомним про произведение михаила фанесича и пожалуй одной из самых знаменитых из них я имею ввиду роман мастера маргарита то именно оригинальное обращение с примусом приведет к пожару в нехорошей квартире номер 50 я думаю вы помните ту сцену которая разворачивается здесь когда в квартиру уже прибегают агенты у гпу когда здесь будет ход бегемот ну и соответственно вот этот очаровательный инструмент а если же говорить о более ранних произведениях михаила фанесича то здесь в начале двадцатых годов он напишет рассказ под названием номер 13 дом эль пит раб коммуна где покажет достаточно а литературенный образ этого дома и пожалуй одно из самых ярких будет заключаться в том что этот дом он сожжет в рассказе как это не удивительно уже с начала двадцатых годов его произведениях появляются персонажи с которыми мы знакомы в том числе благодаря роману мастера маргарита и причиной в определенной степени главной причиной того что дом этот сгорает в упомянутом рассказе будет являться одна жительница квартиры номер 50 я думаю вы можете с ней познакомиться уже в этом рассказе 22 года михаил булгаков называет ее аннушкой но вот собственно один из возможных один из наиболее вероятных ее прототип это анна горячего тоже с тепленькой фамилии как я думаю вы обратили внимание женщина которая проживала в этой квартире которая была соседкой михаила фанасьевича и которая по воспоминаниям как ни странно в том числе первой жены булгакова так вот соседка это было конечно с характером регулярно скандалила и конечно же получила вечную жизнь в творчестве михаила булгакова потому как она упоминается и в упомянутом рассказе и в мастер и маргарите и в повести тайному другу и в романе записки покойника и во многих многих других произведениях так что будьте аккуратны когда что-либо говорите начинающему писателю так можно и вечность попасть ну не только в хорошем смысле этого слова мы находимся с вами в гостиной эта комната сохранила определенную домашнюю атмосферу очень сильно отличающуюся от всего остального контекста коммунального быта и здесь ну собственно можно сразу же приобщиться к старинной мудрости о том что все мы родом из детства михаил булгаков родился в 1891 году позапрошлом веке от нас как бы это страшно не звучало 15 мая в киеве ну по современным меркам он воспитывался в чрезвычайно крупной семье он был старшим сыном помимо него два брата четыре сестры в семью привозили двоюродных братьев двоюродную сестру в общем коллектив был достаточно крупный отцом семейства был афанасий иванович булгаков доцент впоследствии профессор киевской духовной академии преподаватель знаток истории церкви автор монографии про франк масонскую ложу мама семейства барвара михаил нам была преподавательницей в частной женской гимназии она преподавала французский язык но в этой комнате надо отдать должное что мы обнаруживаем не только связь с детством писателя а в целом с его дореволюционной культурой с его дореволюционной системой воспитания это каким катастрофическим способом этот мир будет уничтожен это будет представлено и как в его жизни в его биографии так и собственно отразиться в его творчестве дело в том что эта комната напрямую связана напрямую иллюстрирует роман белая гвардия и пьесу дни турбиных напомню роман белая гвардия булгаков напишет именно в этой скажем так нехорошей квартире и в центре внимания оказывается город город вообще играет огромнейшую роль в этом произведении как нечто мифологическое как пространство на сцене который разыгрывается эта печальная пьеса о войне и о мире и в центре внимания оказывается семья белогвардейцев семья интеллигентов это турбины и неудивительно что они будут напрямую связаны с самой семьей михаила афанасьевича фамилия турбины это фамилия его бабушки и я бы хотел отдельно сказать что антураж который окружает вас здесь будет в той или иной степени отражать мир дома турбиных это абажур который ни в коем случае нельзя снимать и как вы помните в этом произведении будет представлена эта знаменитая сцена и знаменитая фраза о том что можно ждать когда придут можно бояться но никогда не снимать абажура это партитура фауста на пианино я наверное отдельно замечу что опера гуно фауст да и само произведение знаменитого знаменитого гетто отразится и в жизни и творчестве михаила афанасьевича и булгаков был страстно влюблен в эту оперу он огромное количество раз посещал ее в киеве и впоследствии неоднократно будет отражать своих произведениях это и мастер маргарита это и записки покойника и многие многие другие произведения это конечно же кремовые шторы и я отдельно подчеркну что для этого романа для романа белая гвардия восприятие жизни восприятие истории являются основной доминантой для кого-то вид из окна это взгляд на погодные условия а для кого-то на то как рушится жизнь на то как рушится история перемалывает человека и собственно как начинается новый как начинается новый виток жизни новый виток эпохи роман белая гвардия сыграет в жизни писателя огромную роль дело в том что он не будет опубликован при его жизни в россии полностью но впоследствии на основе этого романа булгаков создаст пьесу дни турбиных пьесу которая будет блистать на сцене московского художественного академического театра пьеса которая скажем так составит определенную репутацию для этого писателя очень разностороннюю очень неоднозначную одни видели в нем талантливого драматурга другие видели в нем защитника белого движения так или иначе эта пьеса войдет в историю эта пьеса дни турбиных войдет в историю как одна из тех которые будут при жизни писателя поставлена таких к сожалению было немного это дни турбиных это зойкина квартира это багровый остров это мольер и еще несколько других но дни турбиных по сути будут являться его визитной карточкой вы открываете дверь знаменитого дома на большой садовый и тут же оказываетесь в мире контраста это стены подъезда которые отразили многочисленные граффити поклонников это сам музей который состоит из осколков различных времен различных времен и их проявлений это вечно шипящий примус это окна иллюминаторы это мебель 19 века это партитура фауста это советские газеты которые сохранили многочисленные лозунги и многое многое другое это то еще состояла жизнь писателя это то с чего состояла жизнь человека который прежде всего жил и работал в этой нехорошей квартире и который подарил нам такое количество произведений ведь здесь он написал и белую гвардию здесь он написал и свои повести последствия эту квартиру отразил в романе мастера маргарита и во многих других своих вещах здесь в этом пространстве создавалась великое но это великое ничто без той истории которую мы можем узнать об атмосфере о тех днях о тех часах которые он проводил в этой квартире когда он сталкивался с современниками сталкивался с нуждой сталкивался с коммунальной атмосферой жизни и затем затем все-таки сумел выжить затем сумел стать писателем и осуществить свою литературную мечту сегодня когда мы обращаемся к многочисленным пересказом биографии булгакова в учебниках и в тому подобных материалах мы часто видим сухой текст мы видим описание его жизни мы видим безусловно какие-то цитаты документы но без возможности прикоснуться к этому без возможности потрогать примус без возможности увидеть из окна московское небо которое наблюдал когда-то булгаков когда жил в этой квартире без возможности пройтись по этому коридору и увидеть эти многочисленные комнаты представить себе тех людей которые здесь жили узнать информацию о них узнать из чего состояла их биография без всего этого чрезвычайно трудно представить саму по себе и биографию и творчество булгакова а потому а потому лучше конечно же оказаться в этой атмосфере музея михаила афанасьевича булгакова